Работа на опережение. Люберецкий временный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекцией готов к приёму первых пациентов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Он лично оценил проведённые работы. Все подробности далее. В кратчайшие сроки рабочие сделали, казалось бы, невозможное. Переоборудовали физкультурно-оздоровительный комплекс во временный госпиталь. Здание уже окружено забором, возведён дезинфекционный барьер для автомобилей. В помещении установлены мобильные палаты с койками и медицинское оборудование для оказания помощи больным. В здание заведена система подачи кислорода для реанимационного отделения. Здесь будет штатное оборудование, которое есть в больницах. Здесь к каждой койке подведён кислород. Здесь будет, вот я уже сказал, 20 койка мест реанимации. Значит, здесь будут стоять аппараты ИВЛ. А так всё, что требуется для излечения заболевших в обычном стационаре, в больнице, здесь всё будет то же самое. Во временный госпиталь в необходимом количестве завезены медикаменты, а также защитные костюмы и средства индивидуальной защиты для медиков. Прежде чем официально запустить госпиталь в работу, его готовность проверил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. У нас уже замечаний никаких нет. У нас остались такие рабочие штрихи. Уже даже не подмазать, подкрасть, а расставить мебель, одеть бельё, подключить компьютеры и так далее. Заполнить вот ёмкость кислородом, который стоит за мной. Поэтому в таком режиме. По оценке специалистов, ежедневно госпиталь сможет принимать несколько десятков заболевших с диагнозом COVID-19. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.